Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Путь» о православии в нашей жизни. В студии журналист Белла Засецкая. Сегодня у нас в гостях уникальный гость. Человек, который много лет занимается изучением Византии, этой исчезнувшей империи, окруженной орелом славы. Алексей Михайлович Величко – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2-го класса, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, автор более 70 научных работ по византологии и праву. Здравствуйте, Алексей Михайлович! Здравствуйте, Белла! Добрый день, уважаемые коллеги! Алексей Михайлович, очень рада Вас видеть в нашей студии. Нам все очень интересно про Вас узнать. И вот, если можно, такой вопрос. Я знаю, что Вы несколько лет назад занимали довольно высокие должности, были заместителем министра юстиции, заместителем директора УФСИЛ. Федеральная служба исполнения наказания России. Да. И вот, тем не менее, вот такое у Вас увлечение Византии вот этой темой. Как это пришло к Вам и каким образом? Вот об этом, пожалуйста, расскажите. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Ну, на самом деле, все просто, потому что у каждого человека, если мы внимательно присмотримся к себе, есть путь послушания и есть путь призвания. Послушание – это та деятельность, которую мы осуществляем для того, чтобы снискать хлеб насущных, покормить свою семью. И призвание – это то, что человек делает для души, чем он не кормится, за что он, как правило, деньги уже не получает и так далее. Ну, интересы могут быть самые разнообразные у людей. У меня так получилось, слава Богу, таким интересом в свое время стала научная деятельность, история, философия права, история политических учений. И потом как-то так случайно, где 20 назад, я столкнулся с Византией и понял, что окончательно покорен ею, влюблен в эту праматерь христианской цивилизации, о которой, к сожалению, в университетских учебниках практически ничего не говорится. Это такая терра инкогнито, земля закрытая, о которой, не знаю, толком ни историки, ни юристы, не говоря уже о представителях иных специальностей. Я, к сожалению, тоже не был исключением из общего правила. И если бы не некая счастливая возможность и некий счастливый случай, я бы, наверное, тоже пообошел ее стороной. Ну, вот, тем не менее, 20 лет я занимаюсь этой темой. Она для меня чрезвычайно дорога, интересна и, скажу, охватывает меня целиком и полностью во все нерабочее время. — Ну, я вот так понимаю, что это было связано все-таки и с движением к обретению веры православной? — Конечно, конечно. Потому что бессмысленно говорить о Византии вне контекста истории Вселенской Церкви. По большому счету, история Византии — это история Вселенской Церкви. И наоборот, это слова-синонимы. И понять ход развития Византии, историю ее, те перипетии, которые происходили на протяжении тысячелетий ее существования, можно только в контексте всемирной церковной истории. Вообще, сразу говорю, что Византии как такую не существовало. Это гораздо более позднее название, которое выдумали в середине XIX века по разным причинам. Кто-то таким образом хотел подчеркнуть период существования Римской империи с момента ее воцерковления при Константине в Великом IV веке. Кто-то, как западный исследователь, таким образом противополагал ее настоящей Римской империи, а именно Священной Римской империи Германская нация, как называлась, которую признавали на Западе единственным преемником Римской империи. Ну, неважно, Византии как такого не было, это Римская империя, которая существовала более двух тысяч лет и закончила свое существование 29 мая 1453 года, когда турки захватили Константинополь. Так вот представьте, беспрецедентное политическое образование более двух тысяч лет. Никаких аналогов мы не найдем, если мы говорим об одной культуре, об одном государстве. Причем государство, которое впитало в себя семь цивилизационных типов – гальский, кельтский, удуистский, римский, греческий, сирийский типы. Все это каким-то образом интегрировало в себе и выдало на гора совершенно невиданное явление. Это была Римская империя, и до последнего дня византийцы называли себя римлянами, хотя, начиная с VI века, на этой территории давлел греческий язык. Греческая культура все-таки доминировала. Это было государство-церковь. Государство не знало иных задач своего существования, кроме как обеспечивать сохранность и незыблемость первоосновы веры, ее догматов. А церковь полагала, что у нее нет другой задачи, кроме обеспечения мирообезопасности римского государства. Вот это была так называемая симфония, либо согласие властей, которую еще в VI веке, в начале VI века, довольно доктринально и четко изложил в своих новеллах, императорских законах, император Святой Устинян Великий. Очень красивая история. — Алексей Михайлович, прежде чем я следующий вопрос задам, я бы хотела небольшое сделать такое предваряющее вступление и сказать о том, что то, о чем мы часто сегодня говорим, имея в виду Византийскую империю, — это модель взаимоотношения, взаимодействия церкви и государства. Но рассуждая об этом, необходимо такой момент всегда иметь в виду, уяснить, что же такое церковь и что же такое государство, их различную природу. И зачастую, когда нет вот этого разграничения в понимании, происходит смещение акцентов, смещение смысла, нарушение смысла. Поэтому вот об этом бы хотелось бы сказать прежде всего. И затем, касательно взаимоотношения церкви и государства в Византии, самая распространенная, известная модель взаимоотношений — это симфония. Но существовали и разные иные формы взаимоотношений. Историки выделяют цезарь и папизм, папа цесаризм. Вот при каких условиях все-таки возможны гармоничные отношения симфонии? И насколько они были реализованы в самой Византии? Ну, начну с последнего вопроса. Наверное, они были реализованы в полной мере, если из 110 византийских императоров 29 было прославлено церковью как святые. То есть тем самым церковь подтвердила, что это люди, при всех своих недостатках человеческих, которые свойственны каждому из нас, тем не менее сделали для церкви, для сохранения веры, нечто сверхординарное по сравнению со среднестатистическим христианином. Что касается церкви и государства, очень хороший вопрос и точный. Все дело в том, что мы постоянно находимся в шорах каких-то штампов. У нас сегодня церковь, спросите, что такое церковь? И 90-х скажут, ну, это вот батюшка, там, епископ. На самом деле церковь – это весь христоименитый народ, все мы. Мы различаемся церковью лишь служением. Есть епископское служение, священническое, диаконское. Есть служение мирян. Например, тот возглас, аминь, который мы произносим во время литургии, это форма нашего служения, которая является исключительно прерогативой мирянина, например. Хотя сейчас уже это немножко стерто, и хор обычно дополняет слова священника этим возгласом. А государство – это отнюдь не аппарат чиновников, как, опять же, нам зачастую говорят. Государство – это весь народ, который дошел до уровня сознания своего «я», своей общности, своей единой культуры. хочет жить под единой властью, под единым законом и по единой вере. Или, по крайней мере, по неким единым нравственным шаблонам, я бы так сказал. Хотя люди могут принадлежать разным конфессиям, например, как мы мусульмане, но тем не менее некая десятичная заповедь является, безусловно, и для мусульманина, и для иудеи, и для нас. Для христиан разных конфессий, в свою очередь. Вот это церковь государства. Сказать, что в Византии существовали разные взаимоотношения между церковью и государством, ну, наверное, это было бы неоправдано смело, потому что все-таки доминировала идея о том, что главная цель государства – это привести человека в Царствие Небесное. Все, другой сфер задачи у земной власти не существует. Нет, они, понятно, ведут войны, они судят людей, разрешают какие-то споры, они обеспечивают справедливость. Но это делают правители языческого государства и даже, например, атеистического государства. Он что, не ведет войны? Ведет. Он отменяет суд? Нет. Суд, как органическая составляющая любой власти, всегда присутствует в любом государстве. А вот именно важная задача – вести человека в Царствие Небесное. Конечно, никакой идеал в полной мере не может быть реализован на Земле. Так правды нет нигде, если так уж говорить, да, стопроцентной. И каждый священник, как человек, он тоже грешен, и епископ грешен, и человеком давляют страсти. Но, тем не менее, в целом, на протяжении тысячелетней своей истории и Византии, и даже более того, и западноевропейские государства, они выдерживают эту модель поведения. Были, конечно, отклонения, о которых вы говорите. Папа-цезаризм, когда власть первосвященника, римского епископа, ставилась выше власти государя. Но это, на самом деле, искажения, которые затемняли идею симфонии, но ровным счетом ее не отменяли. Равно как и цезаропопизм, но это, на самом деле, едва ли применимо к тем периодам, когда церковь и государство существовали на единой территории, включали в себя фактически один и тот же народ. Это уже возникло, скорее, позднее, когда возникло мощнейшее протестантское движение, когда в той же самой Западной Европе подданными одного государства могли быть и католики, и протестанты, причем разных мастей совершенно. И тогда государь впервые утратил, наверное, понимание того, что он является одновременно служителем церкви, потому что у него было несколько церквей. И, наоборот, власть стала самодостаточной категорией, которая ставила себя, в том числе, и над церковью. Вот тогда возник цезаропопизм. Но это было уже позднее, это конец XVII века, XVIII. — Алексей Михайлович, наш основополагающий документ «Социальная концепция русской православной церкви», в нем говорится все-таки о том, что церковь рассматривает взаимоотношения с государством именно как симфонию, именно как взаимоотношения тела и души. То есть вот эта знаменитая формулировка, когда государство — это тело, а церковь — это душа. И когда государство, прежде всего, заботится о благополучии своих граждан и способствует церкви в том, чтобы нравственно и духовно развивать и окорблять, в общем-то, граждан данного государства. То есть это некий идеал. — Нет, это не некий идеал. Это конкретные задачи, либо, скажем, уставные принципы деятельности церкви в настоящий момент. Что церковь, как сообщество верующих, она живет все-таки в некой политической системе. У нас есть конституция, которая определила, что Россия является светским государством и власть отделена от любой религиозной общины. Вот в этих условиях о какой византийской симфонии может заявлять святейший патриарх? Ну, это было бы антиконституционно. Да, и вот, как сегодня говорят, спрашивают, а вы сторонник монархии? Нет, я не сторонник монархии, потому что, во-первых, у нас ее нет. У нас и самый республиканский строй заложен в основных принципах конституционного устройства. Так и в данном случае в социальной доктрине, которая никаким образом не является ни каноническим, ни тем более догматическим документом, просто излагается цель и задача в настоящий момент. Как церковь может выстраивать свои отношения с властью, исходя из конституционных принципов? Да, церковь в большей степени заботится о душе, она в меньшей степени участвует в политике. Но ведь мы знаем, что так было далеко не всегда, и, скажем, наоборот, далеко. Как правило, все было с точностью наоборот. Церковь всегда активно участвовала в политике. Это было и в России, и в Византии, и в Западной Европе. Клирики, включая епископат, занимали нередко высшие государственные должности. Ну, например, в Византии премьер-министром страны неоднократно бывали митрополиты. Представьте себе, да? Митрополит – представитель правительства, да? И никто не считал, что это есть некий нонсенс. Нормально, потому что целый ряд обстоятельств способствовали этому. Во-первых, как правило, клирики и епископы происходили из аристократических родов, которые имели прекрасный опыт по управлению государством. Это были интеллектуалы, прекрасно понимавшие задачи государства. И кому, как ни им, было вместе с царской властью разрешать те проблемы, которые возникали. Но это время прошло. Сейчас иная ситуация, сейчас иной конституционный строй. И под этот строй наше священноначалье выработало свои правила взаимоотношений, которые объявило в качестве безусловных как для священства, так и для вдовых мирян. Но, повторюсь, это не значит, что данный документ излагает некое идеальное взаимоотношение между церковью и государством. Алексей Михайлович, а кто из исторических фигур Восточной Римской империи вам наиболее импонирует? Ой, было целый ряд нескольких царей, которые мне до нельзя симпатичны. Ну, во-первых, конечно, святой император Юстиниан Великий. И не только потому, что он был правовед и оставил после себя дегесты, институции и кодекс Юстиниана. Великолепные документы, которые, собственно, и создали европейское и русское право в том числе. Он чрезвычайно интересен. Мне крайне приятны и вызывают пиетет представители Македонской династии. Это конец IX века Василий Македонянин. Причем этнический армянин, кстати говоря. Который фактически поднял разрушенную Византию с колен. Спас ее от арабской экспансии. Равно как и династия Камнинов Алексей Камнин, родоначальник этой династии. Это уже XI век, который спас империю уже от турок. Святой Константин XI палеолог – это последний император Византии, который отдал свою жизнь на улицах города, сражаясь против турок, хотя имел возможность неоднократно отплыть в Западную Европу и сохранить себе жизнь. Но есть, конечно, совершенно чудесные персоналии среди женщин. Например, святая императрица Феодора, восстановившая в 843 году икону почитания. Поразительная женщина. В 27 лет она осталась вдовой с пятью детьми. Муж ее император Феофил умер. И она, невзирая на противостояние аристократии, части епископата и армии, тем не менее, единолично восстановила икону почитания, не боясь никаких негативных последствий. Хотя риск был велик. Ее просто могли свергнуть с трона, как еретичку в глазах несогласных иконоборцев. Удивительная женщина. Прожила яркую, красивую жизнь. Сейчас в свою мощь пребывает на острове Корфу чудотворное. Удивительное. Такая галерея замечательных портретов прошла перед нашими глазами. Я думаю, что и наши телезрители, и я в том числе, обязательно более внимательно обращу внимание на этих людей. А какое государственное устройство вам наиболее импонирует? Государственное устройство – то, которое помогает человеку самореализоваться и духовно, и социально, безусловно. Для того, чтобы эти задачи могли быть выполнены, власть должна, в первую очередь, понимать, что такое человек. Либо это некое существо, живущее колбасой и водкой, либо это все-таки образ Божьей на земле, земное существование, которого отнюдь не прекращает существование самой души или самой личности человека. Без неких абсолютных нравственных устоев никакое общество существовать не может. Алексей Михайлович, я вас благодарю, что вы приняли участие в нашей программе. И в завершении, может быть, несколько слов о том, что для вас самое главное в вашей деятельности. Какой сложный вопрос, интересный. Ну, наверное, чтобы я делал ошибок, совершал ошибок поменьше во всей деятельности, и в своей непосредственной служебной, и той, которая охватывает круг моих научных интересов, ну, наверное, все-таки становиться лучше во всех отношениях. То есть искоренять себе все те червоточины, которые, к сожалению, богаты я, в частности. Наверное, так. Спасибо вам большое. Спасибо, Байф. Дорогие друзья, подвести итог нашему разговору мне бы хотелось вот таким образом. Часто мы слышим «вся власть от Бога». Но что же такое власть от Бога? Говорит ли это о каком-то таинственном мистическом положении власти, ее сакральном смысле? Православное понимание этой фразы, этой мысли, заключается в том, как говорят и наши православные богословы, и народная мудрость, «посеньки и шапка». Мы имеем ровно то, что заслуживаем. И в нашей жизни происходит ровно то, что соответствует нашему духовному состоянию. И власть ровно такая, каков уровень нашего духовного состояния. И еще очень важно уяснить святоотическое отношение. Церковь не отдает предпочтения никакому политическому строю. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» — вот эти слова преподобного Серафима Саровского о том, к чему призывает Церковь Христова. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч!